Латвийцы Языковые барьеры и сложные условия проживания ограничивают возможность найти работу. Работодатели не хотят лишних проблем, нанимая беженцев, а в свою очередь арендодатели опасаются не получить плату за аренду. На дискуссии Passworld поднимался вопрос о решении кризиса беженцев в Латвии и Европе. Эти потоки в мире не перестают передвигаться. Тема интеграции в любом случае нам будет интересно, будут ли здесь оставаться беженцами или, я имею, из Сирии, из Афганистана, из Африки. Это, конечно, вопрос, который надо смотреть дальше. Но в любом случае этот опыт, который мы получили, особенно в Хорватии, в Германии, мы его можем использовать здесь. Наши соседи эстонцы в интеграции беженцев ушли на несколько шагов вперёд. На сегодняшний день в Эстонии семьи беженцев обосновались на постоянное жительство. Дети ходят в школу, учат язык и интегрируются в общество. В наших школах очень удачно происходит интеграция иностранных детей. Они выучат за два-три месяца первоначальный язык. Со второго учебного года они включаются в общеобразовательную программу по предметам. И, в принципе, у нас дети могут быть переводчиками для своих родителей. Но причина недоброжелательного отношения со стороны жителей Латвии может быть обоснована тем, что для латвийцев это непривычный и новый опыт. Мы видим, что конфликты, такие как, например, в Сирии, они не так быстро заканчиваются, к сожалению. Поэтому слово беженец, оно очень актуально. Именно в Латвии почему актуально? Потому что в Латвии, на самом деле, например, процесс, программа интеграции начинала внедряться только с конца 2015 года. То есть для нас это что-то, для Латвии это что-то до сих пор такое новое. Если общество не поменяет свое отношение к людям, которые ищут помощи, Латвия будет оставаться транзитной зоной для беженцев.